Сейчас едва ли можно найти небесное тело, которое будоражит умы учёных и любителей космоса так же, как пыльный, малоизученный Марс. О причинах вы, скорее всего, догадываетесь. Когда небезызвестный Илон Маск заявил о желании колонизировать Красную планету, это стало по-настоящему вирусной темой, которая оставила заметный отпечаток на развитии поп-культуры и заполонила ленты новостей. Есть ещё одна причина, почему Марс вызывает неподдельный интерес общества. Он находится рядом с Землёй, а процессы, происходящие на других небесных телах, могут оказывать влияние на нашу планету. Европейское, Японское и Российское космические агентства сконструировали огромное количество аппаратов для того, чтобы как следует изучить Марс. В начале века НАСА запустило для этой цели 10 зондов, а марсианский разведывательный орбитальный аппарат МРО выполняет свою миссию вот уже 16 лет, и за это время успел сделать некоторые интересные открытия. Усаживайтесь поудобнее, мы расскажем вам наиболее удивительные факты о Марсе. Марсианский орбитальный аппарат стал 27-м зондом, отправленным на Красную планету. Хотя это и проект НАСА, учёные других космических агентств беспрепятственно могут использовать информацию, полученную данным аппаратом. Зонд запущен с помощью ракетоносителя Атлас мыса Канаверал штата Флорида 12 августа 2005 года. Было выбрано наиболее удачное время, поскольку именно тогда Марс находился достаточно близко к нашей планете. На орбиту небесного тела объект вышел 10 марта 2006 года, то есть полгода спустя. С этого момента миссия марсианского орбитального аппарата ни разу не прерывалась. Чтобы связываться с Землёй, зонд использовал направленную антенну, диаметр которой примерно 3 метра. Полученные данные передаются со скоростью 6 мегабит в секунду. Основную работу марсианский орбитальный аппарат выполнил к 2010 году. Но и сейчас исследователи продолжают следить за зондом, поскольку он всё ещё может быть полезен, поставляя важную информацию. У аппарата есть два долговечных солнечных паруса, каждый из которых примерно 4,5 метра в длину. Марсианский аппарат не единственный на орбите Красной планеты. В этой области работали также зонды Mars Global Surveyor, Mars Express и Mars Odyssey. Позже к ним присоединились аппараты Phoenix, Curiosity и InSight. Указанные зонды относятся к марсоходам, предназначенным для исследования поверхности Красной планеты. Подобная активность привела к абсолютному рекорду. Марс – единственный объект Солнечной системы, который одновременно изучает такое количество устройств. Но вернёмся к марсианскому орбитальному аппарату. NASA определило следующие цели для его миссии – поиски окаменелостей, следы воды и льда, а также формирование карты планеты. Астрономов до сих пор мучает вопрос, существовала ли на Красной планете жизнь и возможно ли её зарождение в будущем. Человечество задумывалось над созданием аппаратов для исследований Марса задолго до того, как Илон Маск рассказал о своих намерениях. Скажем, в NASA озвучивались планы относительно полётов на Красную планету ещё в 1990-х годах, но для их реализации было недостаточно данных. Знаете, что вызывает у инженеров и астрономов наибольшее опасение? Разумеется, пилотируемый полёт на Марс. Шаттл с людьми и многотонным грузом будет добираться к Марсу намного дольше, чем орбитальный зонд небольших размеров. А космические путешественники и переселенцы, оказавшись в пункте назначения, будут предоставлены сами себе. Как известно, вода на Марсе пока не обнаружена, поэтому людям придётся выживать среди ржавой пустыни в крайне суровых условиях. Упомянутые проблемы решить непросто, ведь транспортировать воду с Земли сложно и финансово затратно. Единственный выход на данный момент – установка систем переработки, позволяющих очищать воду и использовать её повторно. Если по каким-то причинам у первых жителей Марса не получится внедрить эту технологию в жизнь, они погибнут в рекордно короткие сроки. И снова о легендарном зонде НАСА. Чтобы узнать, что из себя представляет Марс, MRO вооружился камерой высокого разрешения – около метра на пиксель. Этот гаджет более продвинут, нежели его предшественники. Из-за того, что рельеф поверхности Марса значительно отличается от земного, эксперты не всегда могут чётко дифференцировать ледяные скалы, пыльные утёсы, водяной лёд и другие структуры. Но в ходе миссии марсианского орбитального аппарата ситуация несколько улучшилась. Теперь в арсенале учёных имеются уникальные технологические идеи, способствующие новым удивительным открытиям. Одной из первых задач зонда был выбор удобной посадочной площадки для марсохода Curiosity. В то время астрономы располагали 12 вариантами безопасной посадки аппарата. MRO сначала проверил жёлоб Нили Фасая, сделав несколько изображений данного объекта, ставших доказательством, что в этом регионе когда-то могла быть вода. Например, глинистые минералы и карбонаты свидетельствуют о речном ландшафте. Но у исследователей Марса остаётся открытым главный вопрос – есть ли в глубинах планеты водные течения? Ни для кого не секрет, что Марс представляется нам пыльной, сухой пустынной территорией. Однако учёные предполагают, что миллионы лет назад на Красной планете была вода, атмосфера и, может быть, даже живые существа. Таким образом, версия о том, что жидкость могла осесть в глубинных слоях Марса, кажется вполне вероятной. Есть ещё одна опасность, ожидающая первых марсианских колонистов – бури планетарного масштаба. Именно чрезмерная засушливость и песчаные ураганы сформировали рельеф Марса, иногда катастрофические бураны охватывают всю поверхность Красной планеты, а скорость ветра этих пыльных монстров достигает в среднем 100 км в час. Песчаные бури Марса настолько мощные, что могут за короткий промежуток времени полностью изменить облик планеты. Орбитальный аппарат смог получить чёткие доказательства этого пугающего явления. На одном из снимков, сделанном 28 мая 2018 года, Марс представлен в привычном для землян виде. Но уже через месяц, 1 июля, планета выглядит буквально поглощённой песчаными дюнами. В феврале 2008 года упомянутый зонд сделала ещё ряд сенсационных кадров. На тот момент внимание учёных было обращено к северной полярной шапке Красной планеты. Существовала версия, что под толстым ледяным слоем может скрываться тёплая вода. Неожиданно датчики МРО зафиксировали сильные движения грунта в локации, где находилась скала высотой более 700 метров. Оказывается, с её склонов произошёл сход лавины. В результате поднявшееся облако пыли возвысилось до 200 метров, а почва в месте схождения лавины стала рыхлой и слоистой. Каковы возможные причины указанного события? Дело в том, что весной углекислый газ способствует повышению температуры на марсианских полюсах, из-за чего лёд превращается в пар. Он-то и становится причиной появления лавин, похожих на эту. Из-за паров углекислого газа образовываются уникальные паучьи узоры. Марсианский орбитальный аппарат зафиксировал это странное явление. Фото датированы 4 февраля 2009 года. Как видите, кратеры и линии, появившиеся во время выхода пара, похожи на колонию огромных тарантулов. К слову, процесс сублимации, то есть перехода льда в газообразное состояние способствует формированию большей части марсианского ландшафта. А вот камера зонда зафиксировала нечто устрашающее. Длинный узкий вихрь взвивается над поверхностью планеты. Снимок сделан 16 февраля 2019 года. Зонд находится на расстоянии около 300 километров от марсианского торнадо. После детального изучения стало очевидным, что высота вихря превысила 800 метров, то есть его размеры сравнимы с самым высоким зданием мира на данный момент – Бурдж-Халифа в Дубае. Что ещё удалось обнаружить на Красной планете? В 2003 году у Европейского космического агентства не всё шло гладко. В рамках проектов «Марс Экспресс» и «Бигль» на Красную планету были отправлены орбитальный аппарат и посадочный модуль. У первого аппарата получилось долететь до орбиты Марса и начать миссию, как было запланировано. А вот спускаемый зонд «Бигль-2» потерпел неудачу, как только приблизился к поверхности планеты. Марсианский орбитальный аппарат обнаружил его спустя 11 лет после аварийной посадки. На полученных кадрах отчётливо видно, что робот частично развернул солнечные батареи до того, как случился фатальный технический сбой. Невзирая на неудачи, исследования Марса продолжаются и приносят свои плоды. В январе 2018 года с помощью зонда МРО учёные обнаружили на поверхности планеты гигантские ледяные жилы. Таким образом, залежи воды всё-таки были найдены. Сейчас насчитывается около восьми подобных объектов в различных локациях планеты. В будущем это очень поможет путешественникам на свой страх и риск, отправившимся на Марс, поскольку решит проблему с водоснабжением. Изучив состав и структуру льда, исследователи были поражены. Оказывается, обнаруженная вода когда-то выпала на поверхность в виде снега. Данный факт подтверждает теорию, что в прошлом Марс был планетой с морями, океанами, умеренным климатом и сменой времён года, то есть почти как Земля. Но прошедшее грандиозное открытие вовсе не значит, что на Марсе исследовать больше нечего. Четыре наземных устройства прямо сейчас изучают каждый метр планеты, а орбитальные аппараты и зонды продолжают поиски ценных артефактов. В феврале 2021 года на Красную планету успешно приземлился марсоход «Персеверанс», а вместе с ним прибыл и первый марсианский вертолёт. Сейчас в планах исследователей организовать транспортировку образцов почвы с Марса на Землю, что станет беспрецедентным явлением в истории космонавтики. Всё самое интересное ещё впереди, и мы непременно будем держать вас в курсе последних событий. Что вы думаете об открытиях аппарата МРО и как себе представляете жизнь на Марсе? Стали бы вы одним из поселенцев? Так уж сложилось, что в нашем восприятии космос — это что-то далёкое, то, что нас точно не касается, и то, о чём знать особо много не надо. Куда важнее, что происходит на нашей собственной планете, а не где-нибудь на Марсе. Нас интересует только то, какие законы там принимает правительство, какой курс доллара, кто победил на Евровидении и насколько выросло количество иммигрантов в США. Такова наша реальность, и мало кто задумывается, насколько эти вопросы незначительны. Для нас всё это способ не думать о более глобальных вещах, которые имеют прямое влияние на нашу планету, а значит и на нас с вами. Возможно, стоит вырваться из своей иллюзорной реальности и понять, что только в космосе возможно будущее всего человечества. Что мы беззащитны перед огромным количеством космических тел, которые беспрепятственно пролетают мимо нас, что во Вселенной существует множество галактик, о которых мы ничего не знаем, а ведь там могут зарождаться цивилизации. Возможно, когда-нибудь нам придётся напрямую контактировать с инопланетными существами. Чего только не найти на бескрайних космических просторах. Пора наконец-то отбросить все свои страхи и обратить своё внимание на то, что происходит во Вселенной. За пределами Нептуна может находиться планета величиной с Марс или Землю. Космическое сообщество недавно выпустило занимательную статью. В ней говорится, что за орбитой планеты Нептун вполне вероятно существует ещё одна планета, размеры которой такие же, как у нашей Земли или Марса. Также в материале объясняется, что Солнечная система сформирована таким образом, что может с помощью гравитации выталкивать такое космическое тело за её пределы. Учёные продолжают проводить исследования нашей планетарной системы не только, чтобы иметь более ясное представление о появлении небесных объектов, но и о том, как они оказались на своих нынешних орбитах. В этой статье авторы акцентируют внимание на том, что в существующих версиях формирования Солнечной системы пока нет объяснения таким аспектам по причине недостатка данных. Вероятнее всего, в перечень этой недостающей информации входят и факты о планете, которая делала оборот вокруг Солнца за пределами системы. Там расположились и такие планеты-гиганты, как Нептун, Юпитер, Уран, Сатурн. И, скорее всего, они сейчас находятся во внешней части Солнечной системы или дальше в межзвёздных просторах. Сейчас расположение объектов в нашей системе выглядит следующим образом. Внутри находятся четыре каменистых планеты, пояс астероидов и потом уже четыре газовых гиганта во внешней части. Такая конфигурация кажется учёным довольно странной. После Нептуна, Юпитера, Урана и Сатурна расположились планеты-карлики и прочие космические тела, вроде комет. Учёные сходятся во мнении, что тут чего-то не хватает. По их мнению, конец развития нашей планетарной системы не мог быть таковым, то есть заканчиваться карликовыми планетами после четырёх гигантов. Если мыслить логически, то получается, за вышеперечисленными огромными планетами должны находиться тела с иными размерами. Например, такими же, как у Марса или Земли. Поэтому такая планета вполне вероятно существует и расположилась во внешней части Солнечной системы между двумя газовыми гигантами. Если все гипотезы в итоге правдивы, то это небесное тело сейчас либо в межзвёздных пространствах далеко от нас, либо присоединилось к планетам-карликам. Чтобы поставить точку в этом вопросе, нужно применить для исследований более современные модели телескопов, разработка которых уже ведётся полным ходом. Аппараты на данный момент не имеют достаточной мощности, чтобы зафиксировать планету на таком огромном расстоянии. Как проходит миссия лунохода Юйту-2? В конце 2018 года станция Чан-Э-4, которая была ещё и посадочной платформой, начала свою космическую миссию. А уже через месяц луноход Юйту-2 приземлился на поверхность спутника нашей планеты. Данные на Землю аппарат поставлял с помощью специального орбитального зонда. Луноход изучал один из самых больших кратеров – Карман. В совокупности, миссия Юйту-2 длилась тысячу дней. Это самый длительный период для таких аппаратов, как этот луноход. Общее расстояние, которое преодолел Юйту-2 составляет более 800 метров. Он изучал лунный реголит, остаточный грунт и валуны, которые там были. Хотя вначале учёные думали отправить луноход на спутник всего на несколько месяцев, но за более продолжительное время Юйту-2 смог получить много важных данных о поверхности Луны. Обнаружил элементы лунной мантии, узнал, какая структура одного из внутренних слоёв, какой уровень радиации и даже смог вырастить китайский хлопок. На данный момент и сам луноход и станция Чан-Э-4 находятся в так называемом режиме глубокого сна. Вскоре они смогут продолжить свою работу. Марсоход Персеверенс получил снимки Дюн в высоком разрешении. Ни для кого не секрет, что Марс – очень популярная планета не только для исследователей, но и для поп-культуры, хотя на первый взгляд там нет ничего интересного для простого обывателя. Пока мы получаем всё больше фильмов и книг про войны на Марсе, учёные стараются получить как можно больше данных об этой планете. Ведь вокруг неё столько догадок и мифов. Скажем, НАСА организовало миссию аппаратом, Curiosity, чтобы он изучил кратер Гейла, Insider, чтобы получать данные о структуре внешних слоёв Марса и Персеверенсу, чтобы найти признаки древних форм жизни. Такие исследования не просто организовать, они требуют финансовых вложений и огромного количества времени, чтобы всё детально продумать. Как бы там ни было, а результаты стоят потраченных усилий. К примеру, в разгар своей миссии Персеверенс смог получить снимки рельефов Марса. Подтвердилось, что на этом космическом объекте пыльно, холодно и очень много песка. Посмотрите на эту фотографию. Дюны могут быть не только неприветливыми, но ещё и очень красивыми. Снимки, которые получил марсоход высокого качества, а значит на них можно разглядеть и мелкие детали, каких размеров каждый объект на фото и какие формы принимает песок под действием потоков ветра. Раньше представление о ландшафте Марса базировалось на предположениях и не очень качественных изображениях. В апреле 2021 прошёл 31 год с момента старта космической миссии телескопа «Хаббл». Эта орбитальная обсерватория приобрела огромную значимость для всего научного сообщества. Телескоп не был специально спроектирован для изучения нашей планетарной системы, но несмотря на это мы получили множество изображений космических тел, находящихся недалеко от Земли. Кроме того, в объектив «Хаббла» попало несколько удивительных явлений, которые исследователи ещё не фиксировали. Большинство обывателей думают, что всё самое интересное находится за пределами Солнечной системы. Между тем немало потрясающих небесных тел расположено совсем недалеко от нас. Хотите увидеть уникальные снимки объектов Солнечной системы, сделанные «Хабблом»? Тогда, как говорил Юрий Гагарин, поехали! Начнём с кометы шумейкера Леви-9 и её катастрофической встречи с Юпитером. Наверняка вы когда-нибудь слышали шутливое прозвище «газового гиганта». Его часто называют пылесосом Солнечной системы. На самом деле доля правды в этом есть, поскольку масса Юпитера настолько велика, что его сильное гравитационное воздействие неизменно влияет на объекты, находящиеся рядом. Более того, не будь этого неповоротливого гиганта, массовые вымирания на Земле происходили бы гораздо чаще, ведь астероиды практически непрерывно падали бы на нашу планету. Итак, в 1994 году комета шумейкера Леви пролетала недалеко от гигантского небесного тела, в результате чего Юпитер буквально затянул объект в свои гравитационные объятия, предварительно разорвав его на несколько частей. Благодаря зонду Галилео и телескопу Хаббл мы смогли увидеть это удивительное явление. Примечательно, что до столкновения с Юпитером комета шумейкера Леви активно вращалась вокруг него. На момент, когда расстояние между объектами критически уменьшилось, комета перемещалась со скоростью 60 км в секунду, и ей ничего не оставалось, как врезаться в газового гиганта. Столкновение породило исполинские вспышки с температурой около 23 тысяч градусов по Цельсию. Впоследствии газовое облако поднялось примерно на 3 тысячи километров и наблюдалось даже с Земли. Огромное таракотовое кольцо на Юпитере шириной 12 тысяч километров образовалось после мощного удара одного из фрагментов кометы. Ученые предполагают, что при взрыве выделилась энергия 6 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в сотни раз превышает ядерный потенциал Земли. В арсенале мирового научного сообщества имеются снимки других столкновений, но ни один из них не вызвал такого резонанса, как финальная встреча Юпитера с кометой Шумейкера Леви-9. Марс и Фобос. Красная планета часто становилась объектом наблюдений телескопа Хаббл. Именно поэтому у нас достаточно информации о марсианской поверхности. Хаббл доставлял на Землю данные, которые от других аппаратов получить невозможно. Если вы внимательно посмотрите на следующие фото, то заметите пыльные бури на поверхности Марса, а также то, как меняются времена года на этой планете. Подобные сведения очень важны, поскольку помогут предугадать погодные условия в будущем. Кроме того, полученные данные учитываются астрономами при отправке марсоходов. На этом изображении вы можете видеть, как мощная пылевая буря плотным слоем накрыла поверхность Красной планеты. На снимке также можно разглядеть оба спутника Марса – Фобос и Деймос. Ученые отмечают достаточно высокую скорость этих небесных тел, благодаря которой они довольно быстро преодолевают огромное расстояние. Фобос является единственным спутником нашей планетарной системы, которая делает оборот вокруг родительской планеты быстрее, чем заканчиваются марсианские сутки. Далее поговорим об астероиде 6478 Gold. По внешним характеристикам он скорее напоминает комету. В частности, у объекта видны два хвоста, но этот факт не делает его кометой. Вы можете видеть снимок этого астероида, который ученые получили всего несколько лет назад. Предполагается, что скорость вращения 6478 Gold постоянно увеличивается. Также с помощью эффекта Ярковского-Акифа-Радзиевского ПЭДДОКа, сокращенно ЙОРП, астероид можно было наблюдать в процессе его распада. Суть эффекта состоит в том, что под его действием тело вращается с высокой скоростью, неизбежно нарушающей его целостность. Результаты заметны уже сейчас. От экватора астероида откалываются фрагменты. После этого немедленно вступает в силу закон тяготения Ньютона, который вынуждает осколки вращаться вокруг космического объекта. Именно по причине указанных процессов у астероида 6478 Gold появился хвост, состоящий из обломков и пыли. Через некоторое время тело полностью распадется на куски, поскольку поверхность подобных астероидов довольно рыхлая. Ценно, что эти удивительные истории из жизни спутников и астероидов поведал нам телескоп Хаббл. Луна. Видимо, диаметр спутника Земли достаточно большой, по этой причине телескоп Хаббл не может полностью охватить его на снимках. С этой простой задачей способны справиться и другие космические аппараты, а значит нерационально тратить время и ресурсы Хаббла для фотографирования Луны. В дальнейшем он послужит более важным целем. Тем не менее, обратите внимание на это изображение. Его астрономы смогли получить 9 лет назад, когда Венера проходила перед Солнцем. В таких случаях Луна очень полезна для исследований, поскольку выполняет функции своеобразного зеркала. Она помогает найти отклонения, возникающие в результате рассеивания лучей света, проходящих через атмосферный слой Венеры. Так исследователи могут точно узнать, какие химические вещества содержатся в атмосфере искомого объекта. Например, сейчас нам известен состав венерианских облаков. То есть конкретный снимок Луны был сделан для подтверждения результатов других исследований. В поле зрения телескопа Хаббл часто попадают звезды, находящиеся далеко от нас. Когда огромное светило оказывается перед экзопланетой, аппарат определяет, какие вещества наполняют атмосферу небесного тела. В свете этого возникает вопрос, может ли Хаббл также наблюдать за Солнцем? К сожалению, нет, поскольку яркость его слишком высока. А вот света, который отражает спутник Земли Луна, достаточно для вышеупомянутых исследований. Интересно, добрался ли Хаббл до Сатурна и его внутренних спутников? На данный момент рядом с окольцованной планетой нет исследовательских аппаратов, поскольку 4 года назад космический зонд Кассини прервал свою миссию. Таким образом, оказалось, что лучший снимок Сатурна, имеющийся в распоряжении ученых, предоставлен именно телескопом Хаббл. Эта планета регулярно становится объектом наблюдений, благодаря чему мы фиксируем многие процессы, происходящие на ее поверхности. Например, теперь ученым известно, как меняются погодные условия на Сатурне в зависимости от смен времен года. Зонд Кассини находился рядом с планетой 13 земных лет, то есть полгода по меркам Сатурна. А вот Хаббл сейчас отслеживает изменения, происходящие далее. Телескоп орбитальной обсерватории уже смог запечатлеть гигантский шторм, пронесшийся по территории в несколько тысяч километров. Кроме этого, на Землю отправлены и другие изображения. Например, несколько фото впечатляющих ураганов на Сатурне. Чем же завершить наш рассказ? Пожалуй, описанием объекта P2010A2, на данный момент имеющего индекс 354P Linear. Материал для его изучения также был любезно предоставлен телескопом Хаббл. Если внимательно посмотреть на изображение, то можно увидеть объект, обладающий явными признаками кометы. P2010A2 даже ошибочно внесли в соответствующий каталог. Но на самом деле это не так. Ядро объекта никак не соотносится со структурной частью кометы. Таким образом, благодаря Хабблу мир узнал, что мы имеем дело с уникальным, ранее ни разу не наблюдаемым явлением – столкновением двух астероидов. Именно волны от ударов создали нечто, напоминающее крест. Щебень, из которого состоят поверхности обоих астероидов, с огромной скоростью разлетается в разные стороны, но потом из-за слабой гравитации постепенно притягивается к центру объекта. Телескоп Хаббл давно превратился в один из самых важных инструментов для исследования космоса. Кто знает, возможно, совсем скоро мы получим от него еще более потрясающие снимки. Представьте, что вы ищете потерявшийся на пляже бриллиант. То и дело, вам кажется, среди меркающего моря песка что-то блеснуло, но это всего лишь осколок стекла и снова накатывает разочарование. Как вы думаете, почему мы рисуем перед вашим мысленным взором столь странные картины? Именно так можно описать чувства астрономов, безуспешно пытающихся зафиксировать инопланетные сигналы. Ученые годами напряженно вглядываются во тьму сквозь окуляры телескопов, но пронизанный метеорами космос упорно молчит, скрывая свои мрачные тайны. Правда, иногда безмолвие прерывается редкими сигналами неизвестного происхождения. Необходимо понимать, что во Вселенной множество объектов, способных так или иначе проявлять себя слепящим светом, энергичной пульсацией или радиовсплесками. Именно о последних мы сейчас и поговорим. Что представляют из себя эти явления и какая сенсация недавно потрясла ученый мир? Этой осенью астрономов обескуражила небывалая активность космоса. Всего за полтора месяца до Земли долетело более 1600 радиосигналов, тогда как ранее подобные весточки в лучшем случае исчислялись десятками. Доходило до того, что всего за один час приборы фиксировали до полутора сотен сигналов. Ученых подобное повергло в шок, тем более, что быстрые радиовсплески считаются наиболее необъяснимым явлением во Вселенной. Что такое единичные радиоимпульсы и откуда они к нам приходят? Fast Radio Bursts известны науке сравнительно недавно, их открыли в 2007 году. Как и многие явления в области астрономии, открытие было сделано случайно во время анализа данных, касающихся наблюдений за пульсарами. Продолжительность сигнала была всего несколько миллисекунд, но при этом энергия события, которое его породило, не поддается описанию. Она эквивалентна количеству энергии, спускаемой нашей звездой в течение нескольких дней. И все это за доли секунды? Честно говоря, верится с трудом. И тем не менее, факт остается фактом, радиосигнал зафиксирован, поэтому астрономы принялись его изучать. Группе ученых понадобилось целых пять лет, чтобы проверить, действительно ли всплеск FRB-01-07-24 исходил из глубин космоса, а не был спровоцирован, например, банальным электроприбором. Итак, детальный анализ показал, что радиовсплеск длительностью менее пяти миллисекунд исходил из недр карликовой галактики Малое Магелланово облако. А расстояние до объекта, породившего данный сигнал, было невероятным. Примерно три миллиарда световых лет, или один гигапарсек. Поскольку больше никаких сигналов не поступало, группа ученых Государственного объединения научных и прикладных исследований сделала вывод, что подобные явления очень редки во Вселенной. Как же сильно они ошибались? Для начала отвлечемся и обратим внимание на явные несоответствия между длительностью сигнала и энергией его породившей. Доктор физико-математических наук, профессор Российской Академии наук Сергей Попов в своих лекциях откровенно высмеивает этот парадокс, утверждая, что подобные радиосигналы никак не могут быть следствием инопланетной жизни. Согласитесь, абсолютно нелогично тратить такое огромное количество энергии для отсылки всего одного сигнала. Тогда следующий вопрос, что именно способны генерировать столь мощные радиовсплески? Отвечая на него, стоит вспомнить слова того же Сергея Попова, который напоминает, что с подобным явлением мы уже сталкивались при изучении гамма-всплесков. В советские времена считалось, что этот вид излучения провоцирует исключительно взрывы атомных бомб, поэтому регулярно запускались аппараты-шпионы, позволяющие фиксировать такие всплески, чтобы предупреждать об опасности правительства стран, участвующих в холодной войне. Как выяснилось, случайность здесь опять сыграла ведущую роль. Благодаря активному мониторингу космического пространства было обнаружено, что источниками гамма-всплесков могут выступать объекты в миллионы раз мощнее любой атомной бомбы, и эти монстры бесконечно далеки от нашей планеты. Окончательное прозрение случилось только спустя 30 лет скрупулезных наблюдений. Первое время астрономы вообще не могли понять, откуда исходят десятки мощных сигналов. То ли их источник находится в границах Солнечной системы, то ли далеко за пределами нашей галактики. Конечно, в связи с этим находились люди, которые рассуждали о посланиях инопланетных цивилизаций. Подобным настроением способствовали и фильмы, выходящие в 90-е годы, например, «Контакт». Героиня Джоди Фостер именно так поймала сигнал, свидетельствующий о разумной жизни во Вселенной. Правда, это был не гамма, а радиовсплеск. Ну, просто как в воду глядели. Однако мы отвлеклись. Что касается гамма-всплесков, ученые позже все-таки выяснили, какое явление проявило себя подобным образом. Им оказалась вспышка сверхновой. Но с радиовсплесками все обстоит не так уж радужно. Если внимательно посмотреть на график, где изображен первый радиосигнал неизвестного происхождения, то можно сделать вывод. Его источник находится очень далеко от Земли, а энергия, вызвавшая к жизни данный всплеск, равна 10 миллиардам светимости Солнца за одну миллисекунду. Интересно другое, как подобная мощь смогла уместиться в радиодиапазоне? Например, те же гамма-всплески объяснить гораздо проще, ведь они присутствуют даже на Земле во время детонации ядерных бомб. И, кстати, в радиодиапазоне они почти никак себя не проявляют. Разумеется, от этого разгадка таинственных всплесков не стала ближе. Повторимся, если это инопланетная цивилизация, то крайне расточительная. Столько энергии в буквальном смысле пустить по ветру. Но, как и в любом важном деле, на пути к решению этого кроссворда со звездочкой появились мелкие препятствия, сбивающие ученых с толку. Какой забавный казус помешал астрономическому расследованию в этот раз? Дело в том, что в австралийской обсерватории Паркса, расположенной в Новом Южном Уэльсе, однажды обнаружились необъяснимые вещи. Приборы начали фиксировать похожие радиосигналы, причем со странной регулярностью, чему их только не приписывали и пролетающим лайнером, и разрядом молний. Но ответ оказался на поверхности – это была обычная микроволновка, которой пользовались сотрудники обсерватории. Проголодавшиеся ученые открывали двери печи раньше, чем она заканчивала работу. Поэтому наружу вырывались радиоволны, их и фиксировала аппаратура. Когда все выяснилось, астрономы принялись проверять самый первый сигнал – FRB-0107-24 или всплеск Лоримара. Но согласно подробному анализу, он оказался подлинным, не имеющим отношения к земным радиоприборам. Так неужели всплеск Лоримара до сих пор единственный, который удалось зафиксировать? Конечно, нет. В 2013 году, после ряда ложных сообщений, датчики снова порадовали астрофизиков, уловив еще несколько миллисекундных сигналов. После чего был сделан вывод – подобных всплесков на самом деле во Вселенной очень много, возможно, по несколько тысяч событий в сутки. Но вопрос остался открытым – что же генерирует эти сигналы? До недавнего времени ученые могли определить только локацию, откуда исходят некоторые всплески. В 2019 году поймали одиночный импульс кодовым номером 180924. Оказалось, что он пришел из далекой галактики в созвездии Журавля, которая находится на расстоянии 4 миллиардов световых лет от Солнца. А вот в 2020 году впервые обнаружен источник, сгенерировавший чудовищный всплеск. Это была нейтронная звезда с невероятно сильным магнитным полем, разместившаяся в созвездии Лисички и Галактики Млечный Путь. На данный момент ученым нечем порадовать общественность. Они до сих пор не знают наверняка, что провоцирует радиовсплески титанической мощности, причем единой научной гипотезы не существует. Но есть несколько интересных предположений. В первую очередь стоит упомянуть гипотезу Ави Лоэба, профессора Центра астрофизики. Ученые считают, что радиовсплески могут быть следствием активности некоторых звезд нашей галактики. Альтернативное мнение гласит, что всему виной внегалактические источники, к примеру, некоторые экзотические события. Столкновение нейтронных звезд, превращение сверхтяжелого пульсара в черную дыру или следствие деятельности магнитаров. Как видите, о внеземных цивилизациях ни слова. Но не надо думать, что за это время ученые так ничего и не достигли. Теперь мы имеем возможность фиксировать сигналы из одного и того же источника, а также чаще ловить радиовсплески. Очень скоро дела пойдут динамичнее, в этом поможет китайский телескоп FAST, а также радиотелескоп CHIME, установленный в Британской Колумбии, одной из провинций Канады. Последний способен эффективно сканировать небосвод, обнаруживая новые радиовсплески. Что касается сферического телескопа, расположенного в китайской провинции Гуйчжоу, то он выступит не только в качестве ловца сигналов, но и позволит изучить эволюцию темной материи и далеких галактик, а также решить другие научные задачи. Между прочим, еще несколько лет назад каждый мог приобщиться к поиску радиосигналов, Что для этого было нужно? Просто присоединиться к проекту SETI, позволяющему ловить радиовсплески, не выходя из дома. Эта некоммерческая платформа работала на основе программы BOINC, используя вычислительные мощности домашних компьютеров. К сожалению, на данный момент проект заморожен. С апреля 2020 года SETI Home прекратила рассылать задания своим пользователям, но существует несколько альтернативных вариантов для поиска гравитационных волн, а также создания трехмерной модели звездных потоков. Напоследок стоит отметить, что гипотезы, высказываемые некоторыми учеными, другие астрономы подвергают сомнениям. Например, в нашей галактике около трех десятков магнитаров, но почему-то приборы пока ни разу не фиксировали что-то похожее на быстрые радиовсплески, исходящие от этих источников. Есть над чем подумать, не правда ли? 2017 год. В обсерватории, находящейся на Гавайях, зафиксировали астероид под названием Оумуамуа. Он стал первым в истории межзвездным телом, обнаруженным в Солнечной системе. О его характеристиках и составе неизвестно фактически ничего. Некоторые ученые утверждают, что этот объект даже нельзя считать астероидом. Есть версия, что Оумуамуа на самом деле искусственно созданное тело, которое создали и направили к нашей планете для того, чтобы фиксировать все происходящее. Почему же у нас нет четкого ответа на этот вопрос? Все дело в том, что исследователи заметили Оумуамуа, когда тот был на расстоянии 33 миллионов километров от Земли, то есть в тот момент, когда тело фактически улетело за пределы Солнечной системы. Выходит, мы не знаем, что происходит в космосе и может ли кто-то следить за нами и фиксировать все, что происходит на нашей планете. Неужели над нами зависла скрытая угроза? НАСА продолжает исследовать самые отдаленные уголки космоса и каждый год делает все новые и новые открытия, которые просто поражают воображение. Да, на множестве экзопланет нет ничего интересного. Они расположены в далеких галактиках и на них не обитают живые организмы. Однако есть среди них действительно поражающие воображения объекты. О них сейчас и пойдет речь. Мы подготовили для вас еще один список из шести самых странных экзопланет. GJ 1214b. Мы знаем, что большую часть Земли занимает Мировой океан. Кажется, что объекта, который превзошел бы нашу планету в количестве водных просторов, просто не существует. Однако это не так. В 42 световых годах от Солнечной системы расположилась GJ 1214b. Экзопланета, на которой предположительно есть океаны глубиной более полутора тысяч километров. Земля со своей Марианской впадиной, которая достигает каких-то 11 километров, явно проигрывает на фоне этого объекта. Масса всех вод на GJ 1214b составляет 75% от общей массы. Опять же, если сравнивать с аналогией показателем на нашей планете, то это будет всего лишь 0,05%. Пока нам известно не очень много данной экзопланете, но вполне возможно, что в будущем ученые обнаружат множество удивительных существ, живущих в глубинах океанов GJ 1214b. Корот 7b. Ни для кого не секрет, что снег состоит из воды, но Корот 7b доказывает обратное. Там снег выпадает в виде камней. Почему так происходит? Как и многие подобные объекты, эта экзопланета находится в состоянии синхронного вращения относительно своей главной звезды. Та сторона, которая повернута к этой звезде, нагревается до более чем двух тысяч градусов. Тем временем, затемненная поверхность имеет температуру всего лишь минус 210 градусов по Цельсию. В результате этого часть, повернутая к звезде, нагревается до такой степени, что породы на ее поверхности просто испаряются. Эти процессы формируют огромные каменные облака. Они перемещаются на другую холодную сторону, и их температура снижается, и впоследствии планету сокрушает дождь из гигантских валунов. Если человек смог бы туда попасть, несмотря на ужасные условия, то такое он не пережил бы. OGLE-2016BLG-1195LB Эта экзопланета, единственная известная в созвездии Скорпиона. Своими основными характеристиками напоминает планету Ход из франшизы Звездных войн. Если присмотреться, то она очень похожа на Землю, даже находится на таком же расстоянии от своей звезды, как наша планета от Солнца. Главное отличие – она полностью покрыта льдом. Также главная звезда предположительно очень маленьких размеров, особенно если сравнивать с Солнцем, поэтому это скорее ультрахолодный или коричневый карлик. Из-за этого на ней невозможна жизнь, хоть там и есть огромный слой льда. Открыл экзопланету в 2017 году Корейский институт астрономии и космических наук, используя метод гравитационного микролинзирования, то есть способ обнаружения объектов, которые вообще не излучают свет. Дальнейшие исследования вполне могут пополнить данные о OGLE-2016BLG-1195LB еще большим количеством интересных фактов. GJ-504B В 2020 году НАСА опубликовало изображение планеты, которое по размерам в 4 раза больше Юпитера. GJ-504B расположилась в относительно молодой системе, возраст которой около 160 миллионов лет, для сравнения с Солнечной системой – около 4 миллиардов лет. GJ-504B можно заметить в созвездии Девы. Но это не единственная особенность экзопланеты. Посмотрите на ее изображение. Оказывается, этот космический объект имеет выраженный розоватый оттенок. Правда, в НАСА уточнили, что во время того, как было сделано фото, использовали инфракрасную оптику. Такой цвет на снимке получился из-за температуры экзопланеты. Она обычно не опускается ниже 237 градусов по Цельсию. OGLE-2016BLG-1190LB. Это невероятных размеров планеты. Масса она более чем в 13 раз превосходит Юпитер. Это ставит планету на границу между двумя группами небесных тел – планетами и коричневыми карликами. Находится она в созвездии Стрельца на галактическом выступе Млечного пути. OGLE-2016BLG-1190LB – это первая экзопланета, открытая с помощью микролинзирования. Для этого понадобилась гравитационная линза – массивное тело, которое искривляет своим гравитационным полем направление распространения излучения, подобно тому, как обычная линза искривляет луч света. Его открыл космический аппарат Спитцер, который предоставил изображение с высоким разрешением. Данные были получены по большей части из почти непрерывных сверхплотных обзорных наблюдений с помощью телескопов OGLE, MOA и 3KMT-NET. Количество информации было больше, чем о каких-либо ранее открытых данной миссии планет. Однако этого недостаточно для того, чтобы сделать более полные выводы об орбите объекта. Ее существование поднимает вопрос о том, действительно ли подобные объекты могут называться планетами, или более корректное название будет «несостоявшиеся звезды», поскольку этот объект маломассивный и образован фрагментацией газа. Кеплер 10b. Эта планета отдалена от нас на 560 световых лет. Она не только имеет наименьшие размеры среди всех открытых экзопланет, но и стала первым объектом, который ученые открыли не в нашей планетарной системе, а за ее пределами. Это стало огромным прорывом в мировой науке. Если вы посмотрите на изображение Кеплер 10b, то обратите внимание на яркий красный оттенок планеты. Предполагается, что появление такого цвета связано с высоким содержанием железа из-за большой структурной плотности. Обычно температура в верхнем слое экзопланеты поднимается до 1400 градусов по Цельсию. Из-за этого объект буквально плавится, и появляются километровые потоки раскаленной лавы. Если бы во Вселенной и существовал филиал ада, то это определенно был бы Кеплер 10b. Еще в прошлом веке человечество знало всего лишь о девяти планетах нашей планетарной системы. И то многие моменты оставались без объяснений. Сейчас же ситуация изменилась. Космические зонды все дальше отдаляются от Земли и доставляют нам данные о странных, а иногда и очень жутких космических объектах. И мы до сих пор не знаем четкого ответа на вопрос, что же ждет нас дальше. Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько сложна работа у астрофизиков? Они должны по крупицам собирать данные о том, как развивалась наша Солнечная система, как возник тот или иной объект и что ждет нашу планету в будущем. Это можно сравнить с тем, как полиция, имея в распоряжении всего лишь один неполный отпечаток пальца, может узнать. Технологии шагнули далеко вперед, поэтому узнать информацию об объекте диаметром примерно 36 километров и находящемся на огромном расстоянии от Солнца сейчас представляется возможным. Чем завершилась миссия космического зонда к поясу Койпера, образовавшемуся за орбитой Нептуна? И что такого хранит в себе астероид, напоминающий огромный кровавый сгусток? Все началось в январе 2006 года. В космос вышел зонд «Новые горизонты». Спустя 9 лет аппарат смог добраться до орбиты Плутона. Это и была главная задача миссии. После этого «Новые горизонты» продолжил свою работу, и ученые заинтересовались небольшим астероидом в поясе Койпера – MU69. От Земли его отделяет около 6,5 миллионов километров и 1,6 от Плутона. В НАСА впервые зафиксировали этот объект еще в 2014 году с помощью телескопа «Хаббл». После этого начали активно проводиться исследования MU69. До этого никогда ученые не наблюдали за объектом, который находится на таком огромном расстоянии. Желание установить еще один рекорд подтолкнуло НАСА отправить к астероиду космический зонд. Это признал глава миссии Алан Стерн. После более продолжительного изучения объекта ученые назвали его более лаконично – Аракот, что переводится как «небо с языка индейцев-пахатанов». Примечательно, что прежнее название «Ультима Тули» означало крайний предел. Важный поворот миссии «Новых горизонтов» случился 1 января 2019 года. Именно тогда космический аппарат пролетел на расстоянии всего лишь 3,5 тысяч километров от Аракота. А теперь вообразите, что это изображение, которое вы наблюдаете на своем экране, было сделано на самом дальнем расстоянии от Земли, чем когда-либо. В результате мы получили снимки астероида. Алан Стерн утверждает, что научное сообщество еще не сталкивалось с объектом, который фактически не изменился с момента своего формирования. Это очень ценное открытие. Обратите внимание на внешний вид астероида. Он напоминает снеговика, вернее окровавленного снеговика. Обе части Аракота цветом фактически одинаковые. Почему они именно красные? Причиной этому, вероятнее всего, служит влияние космической радиации. Из-за этого красноватый оттенок имеет Плутон, а также его спутник – Харон. Изначально две половины астероида не были одним целым и свободно перемещались в пространстве. Снеговик появился вскоре после формирования Солнечной системы. Это событие особенно заинтересовало исследователей, поскольку соединение двух частей астероида прошло довольно легко, без каких-либо разрушительных последствий. Образованию двух половин МЮ-69 послужило облако из мелких частиц льда и газовой пыли. У них был общий центр масс, вокруг которого они и вращались. Со временем произошло мягкое соединение. При этом скорость столкновения этих двух частей была около 9 км в час. Если бы автомобиль врезался в столб на такой скорости, то вполне возможно, даже бампер не повредил. Подобное слияние, которое мы можем наблюдать на этом компьютерном моделировании, само по себе поразительно, особенно зная, что такие процессы происходили в реальности. Но была еще одна вещь, которая поразила ученых. Оказывается, Аракот на самом деле плоский. Изначально две части астероида считались сферами, но на самом деле их форма скорее напоминает сплющенные лепестки. Ширина крупной части астероида больше, а сама половина более плоская, чем у части поменьше. Один из исследователей-планетологов из университета Джона Хопкинса утверждает, что появлению такой формы могли способствовать естественные изменения в процессе формирования астероида. У многих объектов в поясе Койпера есть спутники, но Аракот является исключением. Для ученых это огромный минус, ведь так они не могут определить плотность астероида. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что скорее всего у астероида нет атмосферы, которая могла бы защитить его от столкновений с другими космическими объектами. Однако на поверхности Аракота только два возможных ударных кратера. Ученые определили, что они находятся на небольшой части в вогнутой области астероида под названием Мэриленд. Из этого был сделан вывод, что в поясе Койпера не хватает объектов небольших размеров. Аракот также можно считать достаточно темным объектом. Интересно, что на данном астероиде ученые заметили еще и яркие выступающие пятна. Проанализировав полученные снимки, их можно разделить на три группы. Широкие рассеянные участки, прямые немного изогнутые и круглые или овальные. На границе двух частей астероида или в Мэриленде яркость пятен обычно заметно выше. Данных об этом явлении пока не так много. Исследования продолжаются. На этом удивительные факты не заканчиваются. Когда астероид вращается, интенсивность его свечения всегда одинаковая. У астрономов на этот счет есть несколько теорий. В частности, Аракот поворачивается к зонду своими полюсами и, возможно, вокруг него есть газовая мантия. Однако ни одна из версий пока не была подтверждена. Но ситуация может измениться. Ожидается, что в скором времени зонд новые горизонты передаст на Землю новый пласт данных об Аракоте. На данный момент космический аппарат отдалился уже на 6,5 миллиардов километров от нашей планеты. Чтобы у нас получить радиосигнал, нужно ждать около 6 часов, но это время может увеличиться, ведь новые горизонты все больше отдаляются от Земли. Если мы говорим про более объемные данные, то чтобы отправить их все, может потребоваться больше 20 месяцев. Только тогда ученые смогут рассказать нам больше интересных фактов о Вселенной. Земля находится в 44 раза ближе к Солнцу, чем Аракот. Соответственно, наша планета получает в 900 раз больше солнечного света, чем астероид. Его температура никогда не поднимается выше минус 212 градусов по Цельсию. Получается, за счет этого Аракот сохранился в таком виде, в каком он был на момент своего зарождения после формирования Солнечной системы. Исследователи предполагают, что колебания суточных сезонных температур оказали влияние лишь на очень тонкий поверхностный слой астероида от нескольких миллиметров до нескольких метров. Это можно сравнить с капсулой времени. Объекты находятся в замороженном состоянии и ожидают момента, когда их начнут изучать. Вполне возможно, что из объектов, которые своими характеристиками напоминают Аракот, могли образоваться планеты нашей Солнечной системы, в том числе и Земля. Ален Стерн говорит, Аракот представил нам множество головоломок, даже больше, чем Плутон, несмотря на их разницу в размерах. И еще не время останавливать исследования. Предполагается, что генераторы зонда «Новые горизонты» будут исправны как минимум до середины 2030-х годов. Этого достаточно для того, чтобы изучить весь поиск Койпера и даже улететь за его пределы. Вполне возможно, что уже в этом году «Новые горизонты» достигнет своей новой цели. Он установит новый рекорд диапазона исследований. Что вы думаете на этот счет? Сможет ли человечество изучать еще более дальние объекты в будущем? Появятся ли у нас более мощные космические аппараты, которые пролетят расстояния намного больше, чем «Новые горизонты»? И как это повлияет на нашу жизнь? Главное не забывать мечтать, ставить цели и заниматься постоянным улучшением себя. А наш канал вам в этом точно поможет. У вас имеются возражения? Возможно, конструктивные предложения? Или даже готовый проект миссии? Хотя нет, знаете, это уже слишком много информации на сегодня. Пожалуй, перенесем рассказ в следующее видео. А чтобы оно вышло, проведите волшебный тройной ритуал. Передвиньте всемогущий курсор на большой палец под этим роликом, подпишитесь на канал и щелкните по колокольчику, чтобы включить уведомления о выходе нового контента. Для этого надо ткнуть вот на эту кнопку и щелкнуть по этому колоколу. Сделайте это, и вселенная вам определенно воздаст. Поэтому давайте соберем под этим видео 20 тысяч больших электронных лайков. И новый, очень-очень захватывающий выпуск выйдет на канале сразу же. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok